Гоги Гогаберидзе был тамадой на свадьбе у Резот Сабадзе. Дай ему Бог здоровья, нашему поэту и краснослову. Наш Гоги умел так и вести стол. Под его неусыпным руководством гости выпили в эту ночь столько вина, что бы хватило бы для открытия оживленного кабачка на 100 мест где-нибудь у вас на чистых прудах. Все были пьяны. Гоги возглашал тосты и лукавый человек. Так строил их, что кто их не хочет, а выпить все равно, иначе не уйдет. Гоги поднимал тост за родину в широком смысле слова. То есть за Советский Союз. И гости пили. Потом следовал тост за родину в несколько суженном смысле. То есть за тот кусочек планеты, который Бог оставил лично себе. Но пожалел опоздавшего к раздеву земли человека и в мягкосредыщем своем подарил этот цветущий клочок ему. То есть за солнечную ночь Грузию. И гости, конечно, опять пили. Потом уже выпили и за сердце этой Грузии. За центр всей вселенной. За несравненный город Кутаиси. Потом пили за матерей. Потом за детей. Потом за отцов и детей. За отцов наших отцов. И за детей и детей наших. Ну, в общем, много прекрасных тостов возглашал в ту ночь Тамада. И гостям нельзя было не пить. И под утро, когда уже все стали расходиться. Ну, или заснули кто где мог. Гоги Гогаберидзе, подуман капитану корабля, покидающему судно последним, тоже покинул гостеприимный дом. Он пошел домой. И, наверное, перелезал кое-где через разные чистоколы. Или, может быть, у него возникали небольшие конфликты с собаками. Я не знаю. Только вот штаны у Гоги порвались немножко. Вон здесь, позади. И его смуглое тело выглядывало из этих штанов, как месяц из-за облаков. И надо же так случиться, что наш Гоги, в этом своем довольно неприглядном виде, на какой-то узенькой улочке обогнал толстого гугуши. Торгажа из гастронома, который тоже возвращался откуда-то из гостей, и не зная, откуда именно, и не желая узнать. Это толстый гугуши. Вел с собой под ручку мадам Кироки Сянц. Толстую, глупую, косышу из того же гастронома, где служил и, наверное, воровал он сам. Наш пошатывающийся Гоги, конечно, не обратил на них никакого внимания, потому что он был поэт и не любил людей типа толстого гугуши. Он неспеша обогнал эту парочку и пошел так немножко впереди, светя им то одним полумесяцем, выглядывающим из-за облаков, то другим. И вот это ритмическое посвечивание двумя полумесяцами почему-то страшно разозлило толстого гугуши, и он окликнул идущего впереди Гоги. «Эй, кацо! Остановись на минуту!» крикнул он своим вечно засыплым голосом. Гогоперидзе остановился. «Эй, кацо!» продолжал толстый гугуши. «Ну послушай, беднега, ну как тебе не стыдно? Ты идешь по улице в совершенно нетрезвом виде. Это раз, но на это я не сдержусь, ладно. Но послушай, в какой ты одежде идешь? Ты идешь, можно смело сказать, просто в неприличных штанах. Я не знаю, может тебе их собаки разорвали, или ты их просто протер, сидя за столом и ерзая от того, что ты не можешь подобрать рифму «шашлык-машлык», или у тебя просто нет денег, чтобы купить себе новый. Не знаю что. Но послушай, ты уже целую вечность идешь впереди меня и сверкаешь тем самым местом, на котором ты так прилежно сидишь, сочиняя свои песенки. Это некрасиво, слушай, Гоги. Некрасиво, слушай. Это я тебе серьезно говорю. Весь этот монолог Гугуши произносил важно, сопя и отдуваясь, словно заслуженный артист в роли какого-нибудь каньеза из рода Багратиони. И понятное дело, после всех этих речей, вся кровь кинулась в голову гордого Гоги. Конечно, ему захотелось просто дать по морде этому наглому Гугуши, просто двинуть как следует, да и дело с концом. Но, повторяю, Гоги был поэт. Чувства собственного достоинства и врожденный аристократизм не позволили ему драться с толстым Гугушей. И Гоги сказал. Ты посмотри! Светлым гремящим голосом сказал Гоги и вдохновенный рукой обвел наш дивный кутаийский пейзаж. Ты посмотри на эти вечно зеленые, величественные горы, застывшие в торжественном молчании в этот предрассветный час. Ты посмотри на их крутые, прекрасные склоны, похожие на бока необъезженных кобылиц и покрытые мудрыми столетними стволами гигантских деревьев. Ты посмотри на эту маленькую полянку, где у прозрачного озерца остановилась грациозная замшевая лань на золотых копытцах. Бриллиантовые слезы сбежали к ее девичьим глазам, и она вздыхает трепетно и чисто и зовет к себе круто-грудого юношу, принца-оленя, чтобы прийти к ней, гордясь тяжелой короной, и преклонить перед ней у коленей. Ты посмотри на этот звонко-бегущий поток, низвергающий книзу свои хрустальные воды с мелодичными звуками, принадлежащими, кажется, самому гениальному Поляшвили. Ты посмотри, наконец, на эти первые лучи солнца. Они робко касаются безмерного купола неба, чтобы через секунду все, все здесь заиграло и запело от прикосновения перламутровых пальцев. Вот куда смотри, гугуши. Зачем ты все время мне в задницу смотришь? Так сказал Гоги Гога Беридзе и пошел домой. Он шел к себе домой благоухающей тропинкой, он шел к себе домой с весельем в крови и с победой в душе. В драных штанах настоящий поэт. Продолжение следует...